Приветствую вас. Давайте ответим на ваши вопросы. Как вам дальше себя вести? Ну, мне кажется, что это зависит от того результата, который вы хотели бы получить. Если вы хотите отношения сохранить, улучшить, то вести себя нужно одним образом. Если хотите закончить эти отношения, то другим. И, соответственно, исходя из этого, уже нужно двигаться. Если говорить про вашу ситуацию конкретно, то ложь присутствует в отношениях тогда, когда человек не может быть собой. То есть, условно говоря, человек начинает врать, когда не принимает до конца себя, свои желания и не видит свои чувства. Вот, например, вы говорите о том, что сказали молодому человеку о невозможности общаться с ним сейчас и о том, что вы не можете ему больше доверять. И это правда. Это правда. Но мне кажется, что за этим, за этой формой, скрывается ваш страх. В первую очередь, наверное, страх неопределенности, а то, что произошло, когда он нас обманул, это потеря контроля. И, понимаете, это совсем не означает, что обманывать хорошо. Но я также думаю, что ни в одних отношениях на сто процентов искренним и честным быть, наверное, нельзя. Странно бывают ситуации, когда так или иначе обман происходит, иногда даже неосознательно. Естественно, что в своей практике я стараюсь направлять людей именно на то, чтобы они замечали свои чувства, замечали свои переживания и выражали их другим людям. Но даже в этом случае все равно остается какой-то момент, когда человек просто может не заметить или поступить привычным для себя образом. Так вот, это не означает, что обманывать нужно. Но это означает, что вы болезненно реагируете на потерю контроля, на неопределенность. Вы, вероятно, болезненно реагируете на историю, когда вы сталкиваетесь с необходимостью опереться на себя. То есть, человек вам врет, вы понимаете, что все немного не так, как вы представляли, и требуется принять решение. Решение именно вам. Также можно говорить о том, что если человек врет, это разрушает в какой-то степени или в большей степени ваш образ, который вы видите. То есть, ваш образ его, ваш образ молодого человека, когда он врет, вы видите, что тот образ, который вы себе нарисовали, он не соответствует действительности. Это вам тоже вполне может быть больно. Но это разочарование, как мне кажется, и от разочарования, как мне кажется, вы можете бежать. Бежать вот как раз в некоторую обиду, в некоторое игнорирование, может быть, в некоторое такое желание его наказать, которое вам сейчас обернулось, получается, боком. И мне кажется, что важно бы заметить в себе вот эти чувства, например, страх неопределенности, например, разочарование в том, что человек оказался не таким, каким вы его себе представляли. Заметить эти переживания, может быть, какие-то еще переживания, не обязательно только эти. Заметить переживания и взять на себя за них ответственность. То есть, признать, что это только ваши переживания, что молодой человек к ним отношения особо не имеет. Ну, он не виноват, что вы, например, нарисовали его образ, который не западает с ним реальным. Вот. Молодой человек по-хорошему не виноват в том, что какие-то вещи он в себе не принимает. Возможно, он и не замечал этого никогда. Вот. Ну и вы не виноваты в том, что у вас есть определенная проблематика. Важно только, чтобы каждый из вас увидел ее и взял на себя ответственность за нее и начал бы самостоятельно с этим работать. То есть, не пытался бы поменять другого, как, может быть, это сейчас пытается сделать ваш молодой человек или вы. А именно, обратить внимание в первую очередь на себя. В первую очередь на себя самого. В первую очередь на свои, ну, на свои собственные потребности, на свои собственные эмоции, на свои собственные конфликты. Вот. Противоречия, может быть, страхи. Страхи и с ними уже работать. Вот. Тогда в этой ситуации, мне кажется, у вас появится реальный, реальный шанс вырасти. Реальный шанс, эм, ну, улучшить, скажем так, отношения. Да? Вот. Если говорить про, ну, про ложь. То есть, если говорить о том, почему мужчина врет об этом, я уже сказал. Если говорить о том, почему человек сейчас идет в агрессию. Это способ справляться с негативными переживаниями, в том числе и с чувством вины. То есть, агрессия сейчас это, по большому счету, защитный механизм. Вот. При, ну, в котором человек может вполне себе сознательно, сознательно обесценивать или генерировать целинаправленно достаточно злость. Таким образом, получая ресурс для проживания чего-то болезненного. Вот. Люди очень часто так делают. Я бы не сказал, что это манипуляция. То есть, я бы не сказал, что молодой человек, знаете, прям вот, поступает так и думает. Вот я сейчас ей проманипулирую, она испугается и сделает так, как я хочу. Я не думаю. Я не думаю, да. Я думаю, что подобные вещи, если и происходят, то происходят на достаточно таком, ну, что называется, бессознательном уровне. И, на мой взгляд, это важно понимать. То есть, да, это манипуляция фактически. Вот. Фактически это манипуляция. Но это манипуляция только фактически. Понимаете? То есть, по форме. Но под действию это может быть не манипуляция, а единственный способ для человека выразить свои чувства. Да, вот. Не самый лучший способ. Это без всякого сомнения. Правда. Вот. Но. Тут уж ничего, ничего не поделать. Если молодой человек привык выращать свои чувства так и привык в подобных ситуациях вести себя каким-то таким достаточно определенным образом, то, скорее всего, так он вести себя и будет. Нет, он, конечно, может захотеть измениться, но чаще, чаще люди остаются в привычных моделях поведения. То есть, чаще меняться человеку очень тяжело. И поэтому, поэтому люди предпочитают оставаться в том положении, в каком они, ну вот. Находятся. Вот. Я бы так это сказал, по крайней мере. Поэтому, то, что я предложил бы вам сделать, это поработать с вашими именно переживаниями. По данному моменту, вот, то есть, ну поработать с вашими переживаниями по вопросу. Вот. И помочь вам их выделить, помочь вам их заметить. И после этого, после того, как вы это сделаете, решите же, что вы будете с ними делать, как вы будете с ними взаимодействовать. Да. То есть, вот, важно вам несколько лучше, как мне кажется, заметить, что происходит именно вот с вами. Что происходит конкретно с вами, что происходит с, ну, вашими эмоциями, с вашими чувствами. Вот. Мне кажется, это очень важный элемент, необходимый для того, чтобы в будущем вы могли свои отношения выстраивать более гармонично. Вот. Я бы поработал, может быть, и с вашими ожиданиями. То есть, чтобы у вас были, может быть, более реалистичные ожидания от людей. Чтобы вы не разочаровывались, скажем так. Вот. Потому что, ну, есть у меня сейчас, например, такое ощущение, да, что вам сложно, сложно принять тот факт, что, ну, человек может быть все-таки не таким, как он. Как вы его себе представляли или нарисовали, это очень больно. Ну, вот. А другой человек, соответственно, если он чувствует, что от него чего-то ждут, вот, он пытается этому соответствовать. Но, как бы, это тяжело и в итоге рано или поздно все скрывается вот в такой достаточно деструктивной и болезненной форме. Вот. Вот. Это очень печально. Мне очень печально, потому что все-таки, ну, хотелось бы, чтобы люди в отношениях, чтобы люди в отношениях были счастливы. Вот. 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 И чтобы людям в отношениях было хорошо. Вот. Поэтому я надеюсь, что мой ответ вам был полезен. Надеюсь, что мой ответ был вам интересен. Надеюсь, что вы дадите обратную связь на мой ответ. Это позволит вам начать работу над собой. Я желаю вам всего самого доброго, удачи и успехов вам. В принципе, вы можете вместе с молодым человеком обратиться за консультацией, вот, и на консультации научиться лучше друг друга слышать.